Реконструктивный полуластический этап в комбинированном течении больных раком полости рта. Итак, как вы все знаете, по последним официальным данным отмечается рост онкозаболеваемости и это касается также рака полости рта. Основным методом течения данных больных будет комбинирован, где важную роль занимает именно хирургический этап. И возникающие эффекты, они достаточно обширные характер и требуют адекватного закрытия. Даш опыт – это 127 реконструктивных операций. Чаще всего мы пополняли их больным с Т3-4 местной стадии местной распространенности. Чаще всего это были мужчины с опухолями языка, нижней чель, челюсти, дна, полости рта. В 45% случаев это были рецидивные опухоли. Чаще всего для закрытия возникающих дефектов мы использовали свободные лоскуты. На данном слайде вы видите выбор метода реконструкции языка и дна полости рта. Большей частью данный выбор основался на объеме резекции. Чем больше объем нубут резекции, тем более чаще мы использовали свободные лоскуты. На данном слайде вы можете видеть тот этап, когда мы использовали субментальный нубут лоскут. Данный нубут лоскут, он позволяет устранять дефекты в среднем до 1-2 языка. Самым важным этапом в данном случае будет диссекция в области сосудистой ножки нубут лоскута. Ввиду того, что здесь часто могут быть метастатические лимфатические узлы. Ввиду чего здесь также нужно тщательно выполнять диссекцию. Еще одной особенностью данного нубут лоскута является то, что после его использования на шее возникает вот такой дефект. Он связан с тем, что иссякаются ткани в зоне в этой, возникают рубцы и это может сказываться и на функции дна полости рта. И сам нубут лоскут, как вы видите из данных фото, он через год, он видоизменяется, делается, так скажем, меньше. Ввиду чего более чаще мы стали использовать свободные нубут лоскуты. И вот в частности, как вы видите, на данном нубут лоскуте, это медиальный суральный нубут лоскут. Он позволяет устранять дефекты языка, вот такие, как вы видите на данном фото. И эффект достаточно стабильный, я имею по форме, и по объему. При дефектах после ларинг, эктами, мы предпочитаем использовать передний боковой нубут лоскут. Ввиду того, что объем ткани, он здесь бывает достаточно значимый и можно полностью закрыть, так скажем, или восстановить язык полностью. При более обширных дефектах полости рта, когда возникает дефект ротоглотки, языка, мышь дна, полости рта. Мы предпочитаем использовать кожно-мышечный передний боковой нубут лоскут. Именно мышечная порция, цель ее, чтобы восстановить активность мышь дна, полости рта за счет того, что мы выделяем и сохраняем паттерный нерв, идущий в данную порцию нубут лоскута. За счет кожной части устраняется дефект как ротоглотки, так и языка, дна полости рта, а мышечная порция идет в область дна, полости рта для того, чтобы сделать акт сглатывания более оптимальным. Вот здесь вы видите фото после. Целью всего этого стало то, что воссоздать форму языка, близкую к той, что плодо. Мы оценивали функции после реконструктивного этапа, и видно то, что чем больше был выполнен объем резекции, тем реже нам удалось восстановить все функции. Однако мы также отметили, что при выполнении геми гвоздектами более полный функциональный эффект можно достичь, если используется свободный нубут лоскут. На вот наш взгляд это связано с тем, что мы не причиняем травму в донорской зоне на шее, что оказывается также на функции. И плюс то, что свободные нубут лоскуты могут быть выделены в достаточном объеме и форме, и более полностью восстановить всю форму и функцию языка. Что касаемо устранения костных дефектов, то здесь чаще всего мы используем малоперцовый нубут лоскут. И вот в данном случае вы видите кожный его вариант. При более обширных дефектах сквозных, как в данном случае, мы также используем или кожно-костный, малоперцовый нубут лоскут. Но, однако, как видите на данном фото, то, что здесь две кожные порции, одна из них идет в полость рта, а за счет второй мы закрываем дефект на щеке. Либо мы используем кожно-костно-мышечный при вот таких обширных дефектах. За счет костной части восстанавливается сама нижняя челюсть, кожная порция идет внутрь. За счет мышечной порции мы устраняем дефект в мягких тканях и вот этот вид после. На данном слайде вы видите онкологические результаты. И вы видите то, что больные раком языка имели худший, так скажем, прогноз, что тоже нужно учитывать в выборе метода реконструкции. Что касаемо устранения костных дефектов, то здесь тоже нужно помнить, что около 50% данных больных в течение первого года возникает рецидив, и ввиду чего данным нужно ввести, в первую очередь, отбор больных для именно костной пластики. возможно, как одна из опций использования искусственных материалов именно для устранения костного дефекта в комбинации с мягкотканными лоскутами. И через год, если у данных больных нет рецидива, то им, в принципе, можно выполнить этапную костную пластику, так скажем, с большим эффектом. Таким образом, реконструктивный этап в комбинированном лечении больных раком по стерта должен учитывать онкологический прогноз и досягаемый уровень реабилитации. Не должен влиять на тактику противоопухолевого лечения и должен способствовать завершению комбинированного лечения. Это коллектив авторов, которые участвовали в данной работе. Спасибо за внимание. Продолжение следует...